МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги недели, как всегда, подводит программа «Обозреватель». Здравствуйте в студии Яны Левиной. Коротко о главных темах выпуска. Губернатор Дмитрий Азаров дал жесткую оценку главам городов и районов области, где растет число заболевших. Будем закрывать целиком муниципалитет. И на въезд, и на выезд. Ситуация с коронавирусом остается напряженной. Если вы заболели, звоните по телефону горячей линии. Номера назовем через несколько секунд. Председатель правительства России Михаил Мишустин поддержал Дмитрия Азарова в вопросе расширения коечного фонда области. Надо постоянно поддерживать резерв свободно кое-как минимум в 20%. Запас кое-как мест в регионе есть всегда. Заболевших с ковидом смогут принять в любой момент. Кислород – это жизнь, где в нашем регионе производят так необходимый пациентам и медикам газ. И как его будут доставлять в больницы. И снова о бюджете. Накануне верстки главного финансового документа города в Думе Тольятти прошло собрание депутатов всех уровней. Журналисты всего мира сегодня работают в режиме ограничений. С весны главным информационным поводом для нас и наших коллег остается коронавирус. О работе редакции в период пандемии – наш большой репортаж. И настоящий храм искусства. В Тольятти появился еще один концертный зал. Он открылся в Поволжском православном институте. Первый концерт был посвящен юбилею православной классической гимназии. Коронавирус. Начнем с этой темы. Губернатор Дмитрий Азаров дал жесткую оценку главам городов и районов области, где растет число заболевших. Нарушителей режима ограничений много. Нормы безопасности не выдерживаются. Такая халатность может обернуться персональной ответственностью, напомнил губернатор. Там, где в муниципалитетах работа не будет вестись, значит, будем принимать локальные решения. Не в состоянии отработать. Не в состоянии договориться с бизнес-сообществом на территории о соблюдении мер. Будем закрывать. Будем объявлять у вас там ЧАЭС и закрывать район, там город целиком. Вот и все. Сегодня на координационном совещании у председателя правительства Анна Юрьевна Попова очень четко сказала. Она привела статистику о количестве нарушений на 100 тысяч населений. И очень наглядно продемонстрировала, проиллюстрировала, что там, где этот процент высокий, это относительный показатель, там ситуация наиболее благополучная. Там, где он низкий, там рост идет распространение инфекции, и рост значительный. Коллеги, это серьезный вклад. Не надо это недооценивать. Нам не нужно распространение инфекции. Будем закрывать целиком муниципалитет. И на въезд, и на выезд. И вашу фотографию вешать там, на границе муниципалитета, чтобы знали, кого благодарить. Коллеги, ситуация очень сложная. Очень сложная. Для того, чтобы не наносить значительный ущерб экономике, нужно всего лишь соблюдать те ограничения, которые введены. Напомним, в списке ограничений запрет на посещение торговых центров детей без родителей, сокращение времени работы ресторанов, баров и ночных клубов, дистанционный режим работы для сотрудников старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Школьников 6-11 классов в начале ноября отправили на дистанционное обучение. Председатель правительства России Михаил Мишустин поддержал губернатора Дмитрия Азарова в вопросе расширения конечного фонда Самарской области. Правительство расширяет коечный фон для лечения больных с коронавирусом. Сегодня это два региона Самарская и Оренбургская области. С этого дня на базе центра имени академика Федорова будет развернуто почти 200 коек для помощи пациентам Оренбургской области. Еще столько же мест дополнительно перепрофилируем для лечения больных на базе Самарского государственного медицинского университета. Там пациенты с коронавирусом начали получать помощь еще весной. Хочу обратить внимание руководителей субъектов Российской Федерации надо постоянно поддерживать резерв свободных кое-как минимум в 20%. Обеспечить доступность необходимых лекарств и своевременный их заказ на федеральном уровне. Люди должны оперативно получать помощь. Напомним, ранее губернатор Дмитрий Азаров провел переговоры с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко о перепрофилировании корпуса Самарского медуниверситета для лечения больных с коронавирусом. Письмо было направлено в федеральное министерство 6 ноября. Всего в Самарской области сегодня создано более 6 тысяч коек для размещения больных. Планируется, что в ближайшее время их общее количество превысит 7 тысяч. Запас кое-как мест есть всегда заболевших ковидом могут принять в любой момент. Хочу вам сказать, что показателем на 100 тысяч населения коечного фонда, который мы отвели под ковид мы превышаем среднероссийские показатели и даже средние показатели по Приволжскому федеральному округу. Тем не менее, внимательно следим. Специально создали региональный центр управления здравоохранения. И на каждый день знаем, сколько коек свободны. Если коечный фонд на протяжении двух суток заполнен более чем на 90%, мы разворачиваем дополнительные резервы. На сегодня коечный фонд загружен на 81%. Не вижу смысла переводить койки под ковид сейчас дополнительно. Мы имеем резерв, всегда за ним следим, повторюсь, до 10%. Надо понимать, что если мы дополнительный коечный фонд переводим под ковид, то сейчас мы это изымаем из предоставления других медицинских услуг. Не нужны нам пустующие койки. Все койки должны работать в Самарской области. Все медицинские услуги предоставляются. Поэтому сделаем мы это по мере необходимости. Медики продолжают работать в напряженном режиме, и поэтому власти делают все возможное для того, чтобы снизить нагрузку на стационары и поликлиники, а также упростить жизнь самим пациентам. В Самарской области теперь можно закрыть больничный дистанционно. Об этом стало известно на заседании регионального штаба по коронавирусу. Приказ утвержден региональным Минздравом. Благодаря дистанционной системе оформления больничных листов людям не придется лишний раз посещать поликлиники, стоять в очередях и подвергать свое здоровье риску заражения коронавирусом из-за близкого контакта с окружающими. Закрыть больничный дистанционно можно на официальном сайте поликлиники, в которой прикреплен человек. Подробности можно узнать, позвонив по телефону регистратуры. Кроме того, теперь граждан будут выписывать после одного отрицательного теста на коронавирус без повторных исследований. Рост числа заразившихся вынуждает Роспотребнадзор менять правила. Напомню, сегодня в Самарской области число заболевших за все время составляет порядка 20 тысяч человек. Более 17 тысяч выздоровели. В поликлиниках по месту жительства еще можно сделать прививку от гриппа. В Самарской области вакцинацию прошли уже более миллиона человек, в том числе более 350 тысяч детей. Привиться от вируса гриппа особенно важно сейчас, в период пандемии, ковида, так как не исключен риск подхватить обе инфекции одновременно. И, конечно, в случае появления первых признаков заболевания не следует заниматься самолечением. Обязательно обращайтесь за медицинской помощью. Телефоны горячих линий для вызова медработников 8 800 30 22 163 и 307 77 78. Для лечения особенно тяжелых пациентов с коронавирусом необходим кислород. Точки доступа к нему есть в каждом ковидном госпитале. А вот как и откуда доставляют сам газ? Кислород в нашем регионе производится на промплощадке предприятия Кубышев Азот. На минувшей неделе здесь побывала делегация правительства области, а также состоялось совещание по вопросу обеспечения кислородом медицинских учреждений региона. На месте событий работала наша съемочная группа. Подробнее обо всем расскажет мой коллега Юрий Соколов. Ему слово. Сегодня этот газ на вес золота. Кислород ждут во всех медицинских учреждениях губернии. Ведь он так необходим людям, которые болеют коронавирусной инфекцией в тяжелой форме. В больницах губернии кислород расходует около 60 тонн в сутки. Сегодня для стационаров региона такого количества хватает. На минувшей неделе состоялось совещание под председательством зампреда областного правительства Александра Фетисова с производителями кислорода. Обсуждался вопрос увеличения поставок. А 20 ноября вице-губернатор лично осмотрел производство востребованного газа. Потребление кислорода возросло за этот год в более чем в пять раз. И с этой задачей мы справились только благодаря тому, что вот такое современное производство на самарской земле организовано. Очень важен вопрос не только производства качественного медицинского кислорода, но и его доставки в медицинские учреждения. Они у нас расположены не только в больших городах, не только в Самаре, не только в Тольяте. Поэтому сегодня мы также проговаривали вопросы, связанные с доставкой. Сегодня кислород на Куйбыш в Азоте выпускает одна из его дочерних компаний. При необходимости предприятие сможет увеличить производственные мощности. Контроль за качеством так необходимого. Сегодня газа очень строгий. На сегодняшний день наше предприятие снабжает большую часть медицинских учреждений Самарской области. Наше предприятие выпускает жидкий кислород в объеме порядка 75 тонн в сутки. То есть большая часть этого объема доставляется в лечебные учреждения. Исходное сырье, которое мы производим, оно существенно выше по качеству, чем требования к фармацевтической субстанции. Почти все содержимое этой цистерны предназначено для аппаратов искусственной вентиляции легких. Они принимают на себя функции дыхательной системы пациента, принудительно наполняя легкий кислородом и удаляя из них углекислый газ. Благодаря этому выздоравливают многие тяжелые пациенты. Об этом на выездном совещании еще раз напомнил глава областного Минздрава Армен Бинян. Он отметил, больше половины пациентов нуждаются в поддержке кислородом. Вот сейчас кислород нам нужен как воздух. Мы в месяц потребляем тысячу тонн жидкого кислорода. За это время мы провели 22 тысячи метров магистрали, которые доводят кислород до пациента. Около 100 кубометров газификаторов поставлено новых во всех больницах. И, естественно, наряду с серьезной лекарственной терапией кислородотерапия является важнейшим фактором. выживаемости выживаемости для пациентов. Мы прекрасно понимаем, знаем всю ответственность и всю важность обеспечения в необходимом количестве столь дорогого на сегодняшний день газа, не побоюсь этого сказать, для здоровья, кислорода. Мы приложим все усилия для того, чтобы никаких сбоев не было, чтобы оперативно доставлялись необходимое количество. На сегодняшний день есть резервы и запасы, которые не снижаются. И допустить срывов в обеспечении больниц кислородом и нарастить мощности по его выпуску – это одна из первоочередных задач правительства региона. Александр Фетисов дал поручение обеспечить оперативность трансфера кислорода, улучшить взаимодействие с медучреждениями, а также подготовить подъездные пути для автоцистерн к зимнему периоду, когда начнутся снегопады, чтобы не было сбоев доставки. Юрий Сколов, Александр Туровский, программа «Обозреватель». Также заместитель председателя правительства Александр Фетисов побывал на строящихся объектах Тольятти. Это ФОК Акробат и Легкоатлетический Манеж. Работы ведутся по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» на спроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Акробат планируется ввести в эксплуатацию уже в этом месяце. Он готов на 100%. Здесь ведутся пусконаладочные работы по технологическому присоединению к водоснабжению. Тольятти заслужил этот объект. Я совершенно уверен, что в нем будут заниматься не только те спортсмены, которые готовятся к выступлению на крупных соревнованиях, но, конечно, этот объект будет предназначен и для детей, и для молодых ребят. Расположен он на территории, где проживает очень большое количество молодых семей. За последнее время в Тольятти, городском округе Тольятти, открыто много объектов социальной направленности и спортивных объектов. И сейчас после того, как откроется Акробат, мы много усилий будем предпринимать по запуску уже уникальной тоже легкоатлетической арены. В Доме Тольятти на минувшей неделе снова говорили о бюджете будущего года. Здесь прошло собрание депутатов всех уровней. Как проходило обсуждение главного финансового документа в городском парламенте и какие решения были приняты обо всем подробнее в нашем репортаже. Собираться накануне работы над бюджетом будущего года, определять приоритеты это традиция. В зале городского парламента депутаты всех уровней и руководство администрации. Главная цель встречи как можно точнее и объективнее сформировать список основных городских расходов, чтобы в 2021 году получить необходимые суммы из областной и федеральной казны. Но сначала о том, какие городские заявки и в каком объеме были исполнены в уходящем году. Он, напомним, был объявлен годом Тольятти с точки зрения бюджетных приоритетов. Заявка была направлена на завершение строительства физкультурно-спортивного комплекса в площадке Певческое поле и передачи его в государственную собственность, потому что на тот период было направлено к завершению только две очереди. В настоящий момент правительством Самарской области принято решение о достройке и перечислении субсидии застройщику и достройке в 2021 году данного комплекса. И это лишь один из пунктов. В уходящем году регион помогал Тольятти, выделяя средства на социальные выплаты и дотации молодым семьям, на благоустройство общественных территорий, ремонт и строительство дорог, приобретение новых пассажирских автобусов и компьютеров для школ. На будущий год тоже много планов. От городских парламентариев требовалось лишь обозначить свои наказы коллегам. Почему у нас администрация всего на 4 миллиарда формирует заявки? Почему не на ту сумму, которую у нас жители платят налогов? И в связи с этим у меня предложение. Значит, доработать заявки и сформировать, чтобы сумма заявок была не менее, чем на 30 миллиардов. Дадут, не дадут, это уже второй вопрос. Что вы хотите от депутатов? Мы готовы. Раньше, позже, но давайте четко сформулируем. Мы тоже хотим больше денег в городе в Ресене. Давайте четко понимаете, где приоритеты? Конечно, каждый депутат Толятинской городской думы ставит свой вопрос, который ему ближе, ближе к его округу, да. И, естественно, все это звучало со слов, с голоса. Это очень сложно. Поэтому вот то решение, которое сейчас приняли, о том, что следует сформировать и структурировать вот это обращение на Самарскую губернскую думу в плане конкретики, я думаю, что это правильное решение. И когда мы уже получим вот это предложение, это обращение, мы будем отставить каждый по своему комитету. Было бы очень важно, чтобы депутаты Тольяттинские, они бы сегодня не ставили вопросы по своему округу. Эти вопросы должны были решаться заранее. Сегодня нужно ставить вопросы те приоритетные, которые необходимо решать для нашего города. Да, есть такие задачи серьезные, сложные, которые непосредственно предусматриваются в том числе даже в федеральном бюджете. Я здесь уже говорил, приводил примеры, допустим, такие, которые волнуют весь город, такие, как набережная, как школа. Да, они отдельными строчками сегодня присутствуют в федеральном бюджете. Строительство школы в 20-м квартале и детского сада в 14-м А. Реконструкция музыкальной школы номер 4, те же дороги, то же благоустройство. Все крупные расходы город, как правило, лишь софинансирует. Уже на этой неделе будут рассматриваться главные финансовые документы страны и региона. В Тольятти процесс принятия бюджета несколько затянулся. Главный финансовый документ города не принят пока даже в первом чтении. Совместными усилиями мы можем больше денег получить в город. Когда не просто я там, как депутат областной думы, обращаюсь с какими-то поправками, но когда у нас есть подкрепляется общего вращения депутатов именно городской думы по мероприятиям действительно сложный следующий год. И мероприятия, если направление, например, моё, где я занимаюсь экологией и комфортной городской средой, то есть по ИЖКХ, то есть действительно хотелось бы получить больше средств по обустройству города. Мы порядка уже 120 миллионов запланировали. Я специально здесь проводил недавно выездное создание комитета нашего областного вместе с заместителем министра. Мы смотрели, как у нас реализуется эта программа. Мы всегда в Тольятти впереди всех и будем пытаться увеличить количество все-таки по комфортной городской среде. Проект совместного обращения депутатов Тольятти в Самарскую губернскую думу о включении в областной бюджет приоритетных для нашего города расходов планируется принять на очередном заседании городского парламента. Оно состоится уже на этой неделе. Елена Сафронова, Михаил Цуркин, программа «Обозреватель». 21 ноября отмечался Всемирный день телевидения. И сегодня приходится говорить о том, что во всем мире журналисты работают в условиях ограничений. С весны главным информационным поводом для нас и наших коллег из других средств массовой информации остается коронавирус. Поиск темы и подготовку сюжетов не связанных с пандемией требует особых усилий. Больше всего это чувствуем на себе мы, телевизионщики, так как у нас нет возможности перейти на удаленку. О работе редакции в период пандемии расскажет мой коллега Иван Шумилин. 21 ноября Всемирный день телевидения. Профессиональный праздник ведущих, корреспондентов, редакторов, режиссеров. Словом, всех тех, кто создает для вас яркую, интересную, а самое главное полезную картинку. Настоящий телевизионщик всегда работает в центре событий. Неважно, будь то это спортивный матч с тысячами болельщиков, премьера театральной постановки или парад в центре города. Ведь для нас, телевизионщиков, самое главное это люди, события и мнения. Но в определенный момент всего этого не стало. В нашем лексиконе появилось новое слово коронавирус. Ковид-19 буквально взял точку опоры и перевернул весь наш мир. Как мы, телекомпания Лада Медиа, живем весь этот год. Сейчас расскажем. Во время первой волны коронавируса, как и большинство, мы перешли работать на удаленку. Все корреспонденты и ведущие передавали новости прямо из своих квартир. Тренеры сейчас приходят на онлайн-тренировки и стало известно, что с понедельника с сегодняшнего дня прекращают свою работу общественные бани. Сотрудники спецслужб призывают тольяттинцев оставаться дома. Это ежедневно проверяют специалисты. Мы посмотрели, как проходят подобные проверки. Пандемия, конечно, бросилась нам серьезный вызов. И мы этот вызов, конечно, приняли. Работа редакции была переделана в кратчайшие сроки. Мы, как и все, вошли работать из дома. Мы выдавали выпуски новостей, сидя в своих квартирах. Мы оперативно готовили новости. Я хочу сказать, что качество нашей работы нисколько-либо страдало. Тольяттинцы и жители всей Самарской области продолжали оперативно получать всю информацию о том, что происходит в городе, о том, что происходит в Самарской области в целом. На протяжении всего периода самоизоляции мы выходили в эфир каждый день. Рассказывали о том, где купить защитные маски, как сохранить свое здоровье, какие решения принимают власти. Но такой режим работы долго продолжаться не мог. Происходили события, которые требовали нашего личного присутствия. Например, в апреле наша съемочная группа снимала первых выздоровевших пациентов, которые победили коронавирус. Спустя время мы вместе со всеми начали понимать всю серьезность ситуации с пандемией в нашем городе, области и стране. И в то же время было очень важно знать, что происходит в других европейских странах, как они живут в режиме самоизоляции. Вообще вся эта ситуация с COVID-19 показала лишний раз, насколько маленький, хрупкий наш мир, человеческая цивилизация в принципе. Потому что все страны на всех континентах столкнулись с этой проблемой. И, конечно, нам было интересно узнать, как и где это происходит. При том, что, скажем, локдаун в Европе начался гораздо раньше, чем еще у нас в марте. И для нас это был такой вот своеобразный опыт. Мы смотрели, что происходит там. И у нас была своеобразная фора у нашей страны, чтобы понять, предугадать, как нам поступать здесь, у себя. Наша коллега Елена Сафронова практически в каждом выпуске программы «Обозреватель» находила героев для своих сюжетов во Франции, Испании и других странах. И совместно они делились с нами своими жизненными ситуациями, историями и проблемами. У меня, у многих моих коллег, журналистов, есть знакомые, опять же, журналисты из нашего города, которые в разное время работали в местных изданиях, в газетах и на телевидении тоже. Сейчас они в силу тех или иных причин живут в других странах. И когда мы захотели узнать, как справляются с карантинными мерами, с ограничениями, вообще с ковидом в других странах, естественно, в первую очередь мы решили обратиться к ним. И надо сказать, что ребята с большим удовольствием откликнулись все, потому что не все из них сейчас работают по своей основной журналистской специальности. Многие сменили род деятельности, но многие занимаются видеоблогерством, например. И они с большим удовольствием откликнулись на эту просьбу и рассказали очень профессионально, надо сказать, как происходят дела во Франции, в Испании, в Израиле, в Великобритании. И надеюсь, что телезрителям тоже было интересно это услышать и посмотреть, что делается на Западе. Думаю, что ковид-диссидентов после этого стало меньше. С ухудшением ситуации мы в ежедневном режиме начали рассказывать вам о мерах самозащиты, профилактике своего здоровья и социальной дистанции. И у вас возникает резонный вопрос. А вы, журналисты, соблюдаете меры предосторожности? Конечно! Сейчас расскажем, как. Все начинается еще по пути на работу. Каждый сотрудник приходит уже в защитные маски на лице. На входе у всех измеряют температуру тела. В редакции мы соблюдаем социальную дистанцию. Многие вопросы решаются по телефону или в мессенджерах. Все работают в масках и абсолютно каждый сотрудник следит за своим рабочим местом. Антисептиков здесь мы не жалеем. Абсолютно такие же меры предосторожности мы соблюдаем во время съемок. Если вы заметили, когда мы находимся на месте событий, записываем стендап или берем интервью, каждый корреспондент делает это в защитной маске. Ведь мы всегда помним о своем здоровье. Как бы это странно ни прозвучало, с появлением масок есть какие-то плюсы в работе. Один плюс. Есть минусы. Минусы это, конечно, то, что нужно постоянно следить на съемке, чтобы все были в масках. Потому что люди у нас любят опускать маску, либо игнорируют, не надевают. А в кадре мы не можем таких людей показать. В общем, поэтому должны контролировать, чтобы все были закрыты. В середине осени Россию накрыла вторая волна коронавируса. И в связи с этим вернулись некоторые ограничения, в том числе масочный режим. И сегодня маска стала неотъемлемой частью нашей с вами жизни. И многие известные блогеры, спортсмены, телеведущие, журналисты Тольятти на своем личном примере показывают, что носить маску очень важно. И на эту тему в городе появился новый социальный проект, который так и говорит «У нас с вами все впереди». Времени у меня еще полно. И, кстати говоря, маска мне совершенно не мешает. Я люблю свою жизнь и берегу свое здоровье, потому что у меня все впереди. Она мне нисколько не мешает. А разные дизайны помогают выражать мне мое настроение. Я люблю свою жизнь, берегу свое здоровье, потому что у меня все впереди. В помещении я всегда надеваю маску. Я ценю свое здоровье, свою жизнь. У меня все впереди. И в заключении, несмотря ни на что, мы продолжаем работать с огромным желанием, чтобы вы, включая наши телеканалы, смогли увидеть самую новую, интересную, актуальную и самое главное полезную информацию о нашем городе. Спасибо, что вы с нами 24 на 7. Меня зовут Иван Шумилин, повелитель картинки Дмитрий Котельников. Программа «Обозреватель». Настоящий храм искусства в Тольятти появился еще один концертный зал. Он открылся в Поволжском православном институте. На минувшие недели здесь уже состоялся первый концерт. Он был посвящен юбилею православной классической гимназии. В этом году уникальному учебному заведению исполнилось 25 лет. На торжественном открытии концертного зала побывала моя коллега Наталья Корсакова. Учащим и учащимся и всем православным христианам и сохраняет намное и благое летом. В Поволжском православном институте, цель и задача которого воспитание молодого поколения в лучших православных традициях праздник. Состоялось открытие большого концертного зала. Я очень хотел бы, чтобы зал Поволжского православного института стал тем местом, которое будет доступно всем горожанам. Чтобы самые разнообразные концерты и классической музыки, и народной, и, конечно же, духовной музыки, а также широкая театральная деятельность. Достаточно сказать, что у нас свой музыкальный театр православной гимназии, колледжи, института существует. Вот чтобы самые разные направления здесь присутствовали. Открытие зала приурочили к 25-летию православной классической гимназии и 20-летию домового храма гимназии в честь всех святых в земле русской просиявших. Программа концерта продемонстрировала активно развивающиеся в институте хоровой и театральное искусство. ПЕСНЯ Мы знаем, что ни одно городское мероприятие уже не проходит без участия Павловского православного института студентов, воспитанников колледжа, детского сада и гимназии. И я думаю, появление этого зала станет еще одной стартовой площадкой для проведения знаковых городских, а, наверное, и областных мероприятий. Православный институт становится центром не только православия, науки, но и культуры, что имеет очень большое значение, потому что все-таки в нашем городе не так много таких прекрасных, я бы сказал, залов. И, наверное, это очень здорово, что православный институт это сделал. Приятным сюрпризом для педагогов стало награждение их почетными грамотами и подарками. Желаю Поволжскому православному институту развития, процветания, новых успешных начинаний на благо укрепления веры в человеке, мира и благополучия всем нам. С уважением, председатель Самарской губернской думы, президент Самарского государственного медицинского университета, академик Российской академии наук Геннадий Петрович Котельников. Концертный зал на 474 места площадью 2500 квадратных метров не всяких сомнений станет центром притяжения не только для талантливой молодежи Тольятти, но и артистов с мировыми именами. Уже 10 декабря в этом зале состоится большой хоровой концерт с участием хора «Резонанс» Самарского института искусств и хора юношей и мальчиков ладья детской музыкальной школы номер 4. Я, конечно, под большим впечатлением от того, каким нам представили сегодня новый филармонический зал Поволжского православного института. Можно сказать, что это жемчужина всех архитектурных построек православного института. Зал овеян, окутан светом, теплом, музыкой, необыкновенной добротой. И очень хочется пожелать всем, чтобы так было всегда. Пусть торжествует в этом зале, в Поволжском православном институте. Добро, красота, вдохновение и, конечно, великое искусство. Наталья Корсакова, Владимир Никитин, программа «Обозреватель». На минувшие недели в город пришла настоящая зима со снегом, гололедом и минусовой температурой. На зимний режим работы перешли и дорожные службы Тольятти. На магистрали вышла уборочная техника для обработки проезжей части. Уже использована порядка 40 тонн антигололедной смеси. Особое внимание уделяется подъездным путям и подходам к медицинским учреждениям. Осторожным сейчас следует быть и автолюбителем, и пешеходом. О других событиях минувшей недели далее в нашем коротком обзоре прямо сейчас. Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в международном форуме «Транспорт России в Москве». Он был приурочен к первому упразднованию Дня работника транспорта. Эту дату в нашей стране теперь отмечают 20 ноября в соответствии с приказом Минтранса России. На форуме были представлены крупные проекты по строительству дорожных объектов и транспортной инфраструктуры. Сегодня наш регион занимает лидирующие позиции в реализации нас проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Информацию о крупнейших дорожных объектах региона можно было увидеть на стенде Самарской области. Это и новые дороги и одновременное строительство трех мостовых переходов через крупнейшие реки, в том числе обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу. В рамках форума прошли пленарные дискуссии, конференции и круглые столы по вопросам развития основных видов транспорта. Ситуация на рынке труда Самарской области постепенно стабилизируется. Сегодня уровень безработицы составляет 3,69%. На конец сентября этот показатель составлял 4,16%. Люди стали меньше обращаться в органы службы занятости, увеличилось количество тех, кто устроился на работу. Число вакансий в регионе по сравнению с весной этого года увеличилось более чем на 10%. На стабилизацию ситуации на рынке труда повлияли мероприятия активной политики занятости. Было организовано обучение безработных, многие нетрудоустроенные граждане организовали предпринимательскую деятельность. Росаккредитация проверила передвижную Тольяттинскую эколабораторию и подтвердила достоверность ее исследований. Измерения комобилей теперь имеют более весомую юридическую силу. С помощью этих показаний администрация Тольятти сможет не только найти виновника загрязнений воздуха, но и привлечь его к ответственности. Процедура аккредитации заняла 100 дней. До сентября федеральные инспекторы изучали документы на оборудование мобильного комплекса. А в октябре специалисты службы прибыли в Тольятти и провели выездную проверку. 18 ноября в России официально отмечался день рождения Деда Мороза. Считается, что именно в этот день на его вочине Великом Устюге в свои права вступает настоящая зима и ударяют Морозы. Считается, что литературный русский Дед Мороз впервые появился на страницах книг в 1840 году в детских сказках дедушки Иринея Владимира Адаевского. В них зимний волшебник именовался Мороз Иванович. Подарки со звенящей историей Тольятти Кривеческий Музей получил в дар полтысячи колокольчиков. Многие из них были созданы еще в 19 и 20 веках. Коллекция была частной, но скоро станет всеобщим достоянием. У тольяттинцев появится возможность лично узнать, о чем говорят звучные предметы украшения интерьера. Он привезен из Калифорнии. Лариса Михайловна получила письмо от женщины-коллекционера, которая предлагала ей встретиться, когда она будет проездом в Москве, поговорить с Ларисой Михайловной и подарить ей подарок. Так началась российская история копей колоколов, установленных в 18 веке испанскими миссионерами на Королевской дороге. Из солнечного американского штата миниатюра прилетела в Москву, а теперь и в наш город на Волге. Впрочем, как и сотни других колокольчиков из частной коллекции Ларисы Францик. Это уникальная коллекция декоративных колокольчиков, собрана она по всему миру, по городам и селам России. В общей сложности это будет где-то около 500 экземпляров. Это самая большая коллекция, которая была передана нам когда-либо в наш музей. Лариса Францик ранее жила в Тольятти. Ее спонтанное желание привезти сувенир из очередного путешествия выросла в коллекцию колокольчиков 19-21 веков из 700 предметов, членство в старейшем объединении коллекционеров и исследователей, Американской колокольной ассоциации и, наконец, в научные изыскания и книги. Ведь эти небольшие предметы украшения интерьера удивительным образом вобрали в себя культурное наследие стран, традиции народного творчества и сумели превратиться в авторский микс. Работа Алексеева, такой интересный Дед Мороз, все детали на его шубе читаемы, они очень мелкие, но мы видим здесь и зверей, видим собачку, детей, которые катаются на санках. Авторские колокольчики могут быть даже вот такими с лицом ребенка. Или же могут колокольчики подражать традициям петровской игрушки. Или точно, вплоть до повторений характерных для промысла малинового, зеленого и желтого цветов передавать стиль игрушки филимоновской. Есть в коллекции колокольчик, это из бельгийского кружева сделан колокольчик, то есть вот такой интересный. А еще эти тонкие и звонкие сувениры рассказывают о достопримечательностях, праздниках, фауне и преданиях. По легенде, Аист, когда пролетал над колыбелью Иисуса Христа, он увидел, что младенцу неудобно лежать в колыбели, и он выщипал несколько перьев из своих крыльев и грудей и подложил под младенца. С того времени считается, что птица почитается. Влекут за собой колокольчики и в путешествие, красноречиво напоминая деталями декора страны и города, откуда они родом. Допустим, колокольчик из Турции, он узнаваемый, на нем оберег, вот Байкал, ну и здесь вот Талисман, Байкал, Денерпа. Всего в коллекции францик предметы из 50 стран. У нас представлены колокольчики из Америки, из ее романтического путешествия в Париж, также колокольчики из Индии, колокольчики с изображением знака зодиака. Есть теперь в Тольяттинском крывеческом музее точная копия больших исторических кайзеровских колоколов из латуни и бронзы, колокольчики, фигурки и предметы, сделанные из керамики, дерева, стекла и нитей. Но из какого бы материала не были скроены эти предметы, каждый имеет свой голос. У него же характерный звон, очень красиво. Звонкий подарок ТКМ теперь станет одной из самых больших музейных коллекций декоративных колокольчиков. И на сотни ладов заливистыми голосами сможет рассказать тольяттинцам, как на протяжении трех веков менялось декоративно-прикладное творчество в нашем большом мире, от России до Калифорнии. За первой партией уникальной коллекции тольяттинские музейщики ездили в Москву. Вторую в середине ноября в наш город привезла сама коллекционер. Теперь остается классифицировать, писать коллекцию и готовиться к выставкам. Первая из них пройдет уже в середине декабря и будет посвящена Новому году и Рождеству. Вторую, комплексную, можно будет увидеть весной. Игречман Андрей Комиссаров, программа «Обозреватель». На этом все. Спасибо, что смотрите «Обозреватель». Мы всегда держим вас в курсе главных событий. С вами была Яна Левина. Удачной недели и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин